Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Инна Емельянова. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем, чем запомнился этот четверг. Смотрите в выпуске. Безопасность прежде всего. Расслабляться недопустимо. Угрозы и вызовы нового периода развития требуют максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел внеплановое совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Какие задачи поставлены? Служить Родине, всегда быть храбрым и помочь другу в беде. Слова чести. Тысячи юных волгоградцев произнесли клятву на главной высоте России – Мамаевом кургане. Что значит для них быть кадетом? Современная территория для чемпионов. В Волжском на базе стадиона имени Логинова открыли современный спортивный комплекс. Его преимущество оценили юные спортсмены, их тренеры. Здесь созданы идеальные условия для тренировок. Путь Протея начался 30 августа в Мурманске. За это время он преодолел 4200 километров до Волгограда. По маршруту следования научная группа и экипаж проведут рыбохозяйственный мониторинг морей и внутренних водоемов. Какие водные объекты исследуют ученые и какой город является конечной точкой путешествия, узнала Дарья Соловьева. Они учат любить, дружить, созидать и творить. Мне кажется, надо просто любить детей, свою работу. Любовь, уважение, чувствовать ребенка, самой быть немножко ребенком. В Волгограде отметили лучших воспитателей и педагогов тракторозаводского района. Сегодня со станции «Прутбой» отправился первый эшелон с военнослужащими, мобилизированными по частичному призыву. Призывники уже прошли первичную боевую подготовку и теперь готовы к дальнейшим учениям. Бойцов провожали друзья, родные, представители общественных организаций и наша съемочная группа. Пора родину защищать. Все, убрали слезы. Я сказал, убрали. Они уверены в себе, не поддаются эмоциям и сами успокаивают родных и близких. Кто, если не мы, задают вопрос призывники. Всю неделю они проходили первичную огневую подготовку на полигоне «Прутбой». За это время познакомились, сдружились и теперь готовы встать плечом к плечу на защиту родной страны. Кто мы? Мы Россия. Мы одно, единое, целое. Мы россияне. Брат за брата. Такова традиция. Они хранят традицию объединяться и защищать интересы родины во все времена. Сегодня, когда нацизм поднимает голову и пытается угрожать потомкам уничтожавших его героев, россияне снова намерены дать отпор коричневой чуме. На Украине поднимут нацизм. Нацисты уничтожают. Русскоязычное население стреляют по нашим границам, убивают русский народ. Я горд тем, что стою сегодня рядом с вами. Что вы, те люди, которые не побоялись и по первому зову страны пришли сюда и готовы защищать родину. Дороже и ближе брата по оружию и покойке у вас никого не будет на это время. Хочу, чтобы вы все вернулись домой, живые и здоровые. Дай бог вам. Настроение боевое грустить некогда, признается призывник Александра Викленко. Срочную молодой человек отслужил 8 лет назад. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, пришел военкомат добровольцем. Повестку парню вручили уже там. Решение сына поддержала вся семья. Его дед защищал родину Великой Отечественной. Родственники служили в Афганистане и Чечне. Родина зовет, значит надо идти. Всегда говорили, когда провожали в РВСН, стратегические войска. С панорамы, кстати, у нас в Волгограде все торжественные. Я всегда говорила, друг за дружку стойте. Сухпайки, теплые одежды и военная экипировка. Призывники обеспечены всем необходимым. А теперь в руках у каждого и письма с сердечными пожеланиями. Бумажные треугольники героям подарили юно-армейцы, участники акции «Тепло из дома». Я пожелала им крепкого здоровья, отваги и чтобы они обязательно вернулись своим семьям обратно домой. На крыльях к победе волгоградских бойцов приведет и песня. Голос казачества исполнитель городских романсов Юрий Щербаков напутствовал призывников легендарными строками марша веселых ребят. «Твой поезд уходит в далеком. Ты мне помашешь рукой». Теперь будущим механикам-водителям, операторам-наводчикам и командирам танков и боевых машин предстоит пройти дополнительную подготовку на полигонах и в учебных центрах. Финальным этапом станет боевое слаживание в составе взводов, роты и батальонов. Объединить усилия правоохранительных органов и властей, обеспечить безопасность жителей Волгоградской области. Сегодня, 29 сентября, Андрей Бочаров провел внеплановое совещание по обеспечению правопорядка в регионе и антитеррористической комиссии, а также внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба. В обсуждениях приняли участие руководители силового и правоохранительного блока, надзорных органов, а также представители властей разного уровня. Социально-экономическая ситуация на территории региона стабильная. Продолжается плановая работа по реализации указа президента о проведении частичной мобилизации в России. Выполняются национальные и приоритетные проекты развития. Работа синхронизирована с подготовкой к 80-летию Сталинградской победы. Мы с вами понимаем, что расслабляться недопустимо. Угрозы и вызовы нового периода развития требуют максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней. Консолидации общества для сохранения безопасности и достижения стоящих на современном этапе задач и целей. Губернатор Волгоградской области напомнил о недавней трагедии в Ижевске. Он выразил слова соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим после теракта. В этой связи считаю необходимым сегодня еще раз более детально рассмотреть вопросы антитеррористической защищенности всех мест массового пребывания людей, прежде всего объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, порта, иных мест массового пребывания на территории Волгоградской области, и выработать дополнительные предложения по повышению уровня их безопасности. Необходимо уделить дополнительное внимание вопросам защиты объектов топливно-энергетического, промышленного и транспортных комплексов. Глава региона уделил особое внимание разъяснительной работе с жителями в Волгоградской области по недопущению нарушений общественного порядка, повышению бдительности, незамедлительного информирования органов правопорядка, обнаружении любых подозрительных предметов. Буквально пару часов назад прошло заседание общественного совета при Комитете по делам национальностей и казачества. Как относится общественность к недавно появившемуся Волгоградскому фонду поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, а также какая работа для поддержки наших бойцов была проделана волгоградскими общественниками, узнала Лейла Джумалиева. Кто за то, чтобы поддержать идею создания фонда, прошу голосовать. Прошу опустить единогласно. С первых дней начало специальной военной операции представители всех общественных объединений в Волгоградской области оказывают разнообразную помощь жителям Донбасса и нашим военнослужащим. На заседании поддержали деятельность регионального фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Средства, которые поступят на специальный счет, пойдут на приобретение, экипировки, питание и обеспечение военнослужащих всем необходимым. Здесь речь идет даже не столько о том, что у государства там, может быть, денег не хватает. У государства достаточно денег, но это символ консолидации нашего общества. Каждый внесет, сколько сможет. Очень символично, что идея родилась на Сталинградской земле. В общем-то, другие регионы, я уверен, подхватят. И сейчас нам очень важно показать нашему фронту, что в тылу мы поддерживаем, что мы готовы, в общем-то, отразить вот эту информационную войну, которую сейчас на нас обрушили Запад и нацисты. Мы с первых же дней включились прежде всего в информационную работу с нашим населением. Каждый неравнодушный человек вносит свой посильный вклад. С первых дней спецоперации этим занимаемся. И, я думаю, уже больше полгода мы этим занимаемся. Как национальная культурная автономия Дагестан, в частности, мы поддерживаем и военнослужащих, и жителей Донбасса. Мы собирали, мы где-то около миллиона уже собрали, именно как национальная культурная автономия Дагестан. Но как национальное общественное объединение, как дом дружбы, мы тоже занимаемся сбором и средств, и продуктов питания, и вещей, и для детей, и средств гигиены, и перевязочного материала, то есть более 700 тонн. Открытие фонда помогло грамотно распределить ресурсы. Как отмечают общественники, желание помогать есть у многих. Средства находят, а вот кому и какая конкретно помощь необходима, не всегда известно. Это вообще мудрое решение о создании фонда в отношении себя. Мне 80 лет. Если бы мне было 40, я бы, конечно, принял участие в этой операции. Но сейчас я уже не могу участие в ней принять. А через фонд у меня появилась возможность помочь нашим молодым людям, борющимся с фашистами. И в результате я практически тоже становлюсь участником. Перечислить средства в фонд поддержки военнослужащих и добровольцев специальной военной операции жителей Волгоградской области могут несколькими способами. Первый – сканирование QR-кода. Достаточно запустить мобильное приложение «Банк-клиент», включить сканирование QR-кода, отсканировать код и указать сумму. Второй способ – при помощи СМС-сообщения. Третий способ – перевод в любом банке с помощью реквизитов. Расходование денежных средств будет под строгим контролем. Сегодня у меня, как у патриота и у гражданина нашей страны, доверие только государству. И поэтому я вдвойне рад, что будет особый контроль, потому что там уже создана ревизионная комиссия, общественный совет, который будет все контролировать, и в этом плане мы уже будем спокойны. Сделать пожертвование и внести свой вклад в поддержку нашей армии может каждый. Первый перевод в региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев сделал губернатор Андрей Бочаров. В таком деле важен вклад каждого, вне зависимости от его размера. Лейла Джумалиева, Дмитрий Макаров, Время новостей. А теперь о ситуации с коронавирусом. Еще 507 жителей Волгоградской области заразились COVID-19. 61 из них – дети. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. После полного выздоровления врачи выписали 919 пациентов. Добавим, что на территории Волгоградской области продолжается иммунизация против COVID-19. Пройти вакцинацию можно в одном из 74 пунктов или в трех торгово-развлекательных центрах региона. Крытый манеж, открытое футбольное поле с искусственным газоном, теннисные корты. В Волжском на базе стадиона имени Логинова в рамках нацпроекта «Демография» возвели современный спортивный комплекс. Сегодня в ходе телемоста форума «Россия – спортивная держава» губернатор Андрей Бочаров доложил помощнику президента России Игорю Левитину и министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину о готовности спортивного кластера и предоставил планы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Общая площадь объекта – более 6,5 тысяч квадратных метров. Внимание привлекает новый манеж с футбольным полем с искусственным покрытием. Одновременно здесь смогут заниматься 40 юных спортсменов. Рядом с манежем на открытом воздухе построили два теннисных корта и еще одно футбольное поле. Условия для занятий на спортивных площадках уже оценили тренеры, футболисты и болельщики. Здесь созданы идеальные условия для тренировок. Это что даст? Больше воспитанников воспитает волгоградский футбол. Больше футболистов, я надеюсь, станет в главную команду. Потому что здесь идеальные условия в плане того, что мяч не улетает, за мячом не надо бегать, высокие заборы, ровная поверхность, мяч не скачет. Здесь отлично играет. Побольше бы полей таких. И в Волгограде, чтобы были такие поля. Чтобы футбол процветал. В рамках телемоста форума «Россия – спортивная держава» губернатор Андрей Бочаров доложил помощнику президента Игорю Левитину и министру спорта Олегу Матыцыну о готовности объекта. Глава региона отметил, в Волгоградской области реализуется крупный инвестпроект по созданию спортивного кластера. В него входят два центра. Один из них строится на базе авиаклуба «Юный ястреб». Клуб уже принимает детей в свои ряды. Второй масштабный спортивный центр для развития массового и профессионального спорта возводится на базе стадиона имени Логинова. Сегодня мы сдаем очередные объекты здесь, в этом спортивном ядре. Я благодарю всех, кто принимал в этом участие и рассчитываю на нашу продолжительную конструктивную работу. Всем большое спасибо. Объект готов и готов к эксплуатации. Недавно здесь открыли центр спортивных единоборств. Теперь футбольный манеж. В планах – возведение крытого ледового катка, 50-метрового бассейна, крытых теннисных кортов и универсальных спортплощадок. На прилегающей территории планируют создать благоустроенный парк. В ходе поездки был принят ряд решений по развитию любительского и профессионального спорта в регионе. Футбольному манежу решено присвоить имя Александра Никитина – одного из лучших форвардов в истории ротора. Он провел более 300 матчей, забил более 100 голов. По окончании карьеры трудился в родном клубе. Посол чемпионата мира 2018, обладатель звания легенда волгоградского футбола. Скончался 14 января 2021 на 60-м году жизни. «Объектам, которые строятся, новые объекты, либо модернизируемые объекты, которые тоже стали практически новыми, мы, на мой взгляд, должны присваивать имена наших спортсменов, великих спортсменов. Имя, которое будет присвоено данному манежу, спортивному манежу, было связано непосредственно с Волгоградом и с Волским. И есть такое мнение, которое я поддерживаю, что Саша Никитина – легенда ротора волгоградского, легенда волгоградского футбола. Он здесь начинал именно в Волском занятия спортом достаточно очень хорошо. Я думаю, что, на мой взгляд, это было бы, наверное, правильно». Реализацию проектов социально-экономического развития Волгоградской области подробно обсуждали накануне в ходе встречи президента России Владимира Путина и губернатора Андрея Бочарова. С 2014 года в регионе построены и реконструированы 180 спортивных объектов. Футбол – один из самых популярных видов спорта, поэтому новый спортивный объект в Волгоградском однозначно будет востребован. Количество любителей короля спорта в регионе – около 30 тысяч человек. В рамках муниципального контракта специалисты завершили подготовку основания под травмобезопасное покрытие универсальной спортплощадки в рабочем поселке имени Горького. Место размещения и функциональное наполнение спортивного объекта в Советском районе определили юные спортсмены во время встречи с главой Волгограда Владимиром Марченко в июле этого года. Основание площадки – из геотекстильного полотна, песка, щебня различных фракций, сверху слой асфальтобетона. Следующий этап – монтаж специального травмобезопасного покрытия, а также спортивного инвентаря. Параллельно идет подготовка к монтажу линии освещения, видеонаблюдения, поливочного водопровода. На многофункциональной спортивной площадке можно будет играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом появится воркаут-сектор и уличные тренажеры. На прилегающей к спортивному объекту территории рабочие замостят тротуарные дорожки плиткой, уложат рулонный газон площадью около 1400 квадратных метров. Уход обеспечит автоматическая система полива. Объекты должны возвестить до конца этого года. Гарантийный срок на работы – три года. Новые спортивные объекты в ближайшее время появятся и в других районах Волгограда. Мероприятия по их строительству реализуют при финансовой поддержке регионального бюджета. Благоустройство бульварной зоны по улице Титова завершили на 85%. Подрядчики реконструировали две территории – от Малого проспекта Ленина до Первой продольной и от улицы Маршала Еременко до улицы Титова номер 5. Сейчас рабочие приводят в порядок заключительный участок вдоль многоквартирных домов номер 1-3 по улице Титова. В этом году рабочие компании-исполнители обновили брусчатку на площади 5,5 тысяч квадратных метров, установили свыше 40 фонарей. В рамках рек проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье» и «Городская среда» высадили 600 растений. Привели в порядок и гранитную лестницу, ведущую к первой продольной магистрали. После демонтажа изношенного покрытия вдоль домов номер 1-3 по улице Титова появится новая плитка, система орошения и новые деревья. Агрономы дополнят уникальную каштановую аллею, высадив молодые саженцы. Вдоль зеленой зоны уложат рулонный газон. Комплексную реконструкцию бульвара ведут в несколько этапов. В 2021 году муниципалитет привел в порядок первый участок от Малого проспекта Ленина до улицы Тарощанцев. Перед этим специалисты комплексно восстановили парк имени Гагарина, благоустроили пешеходную сеть, обустроили детские и спортивные площадки. По завершении реконструкции все объекты составят единое пространство для отдыха волгоградцев. Сегодня в Волгограде собрались лучшие проектировщики Юга России и Северного Кавказа. В рамках Большого форума в город-герой они привезли выставку работ лауреатов международного профессионального конкурса на лучший проект 2021 года. Также в программе форума масштабный семинар, награждение лучших сотрудников, проектных организаций и подписание соглашения между национальными объединениями проектировщиков и изыскателей России и Волгоградским техническим университетом. Обо всем по порядку в материале Анны Короховой. Сегодня в этом зале лучшие из лучших для участия в форуме в Волгоград съехались представители саморегулируемых организаций проектного комплекса со всех уголков Южного Федерального округа на повестке настоящее и будущее архитектурно-строительного проектирования. Это мероприятие направлено еще на совершенствование работы вот этих самых саморегулированных организаций. У нас появляется возможность, вот сейчас сидят наши специалисты, наши руководители, прямая возможность задать любые вопросы, получить из первых уст квалифицированные какие-то ответы. Саморегулируемая организация «Проектный комплекс Нижняя Волга» – одна из самых крупнейших в ЮФО, включает в себя 230 проектных организаций, 200 из которых – волгоградские проектные фирмы, где трудятся свыше двух с половиной тысяч специалистов. Елена Провоторова – директор проектного института, который занимался проектировкой собора Александра Невского, Александровского сквера, школ тысячников и многих других социально важных объектов. Проект реконструкции бывшего здания кинотеатра «Победа», где в будущем разместится кукольный театр – тоже их работа. Современный будет, но в то же время сохраненная вот эта вся архитектура. Мы участвуем, в общем, во всей жизни города. В рамках форума представителям лучших проектных организаций вручили награды и почетные грамоты. Многие из вас принимают участие, будут принимать участие в тех конкурсах, которые в этой десятилетней программе по развитию Волгограда будут требовать ваших новых идей и подходов. Еще один важный момент – подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным объединением проектировщиков и изыскателей России, или попросту, но приз, и Волгоградским государственным техническим университетом. Специалистов-проектировщиков готовят в основном наш архитектурно-строительный институт, который недавно вошел в состав Волго-ТУ. Мы всегда колоссальное внимание уделяем практической подготовке. То есть обучение не может состояться в аудитории. Оно обязательно должно предполагать работу студентов в проектных группах, участие в реализации вот этих разработок и так далее, и так далее. Настоящим подарком для волгоградских специалистов стала выставка лучших работ международного профессионального конкурса «Но-Приз». Для молодых специалистов это яркий пример того, как надо работать и к чему стремиться. Сегодня вот стоит задача, как можно ранее включить их в производственный процесс. И вот это один из, так сказать, поводов заинтересовать и, как говорится, чтобы они уже включались в реальное проектирование. Экспозиция останется в нашем городе на постоянной основе. Сам форум продолжит работу на протяжении двух дней. Анна Корохова, Рубентальский, Время новостей. Из года в год они доказывают, что достойны носить высокое звание поколения победителей. Сегодня на священной высоте России в Мамаевом кургане тысяча школьников Волгограда дали торжественную клятву юного кадета. Церемония посвящения в традиционном формате состоялась впервые за последние два года. На присяге побывала моя коллега Дарья Коломыченко. Территория мемориального комплекса героем Сталинградской битвы – главная высота России. Здесь встроенными рядами выстроились тысячи учащихся 5-11 классов из 25 школ Волгограда. Сегодня они дают клятву и официально вступают в ряды кадетов. Многие ребята из профильных кадетских классов и уже знают, как важно любить свою родину, быть честными и храбрыми. Нам приезжают сотрудники, проводят сами строевые смотры, строевую подготовку. Также у нас забирают мальчиков на военные сборы. И вот сегодня у нас посвящение в ОФСИН. Для меня это большая честь здесь находиться. История очень значима, особенно когда находишься на Мавом Кургане, и ты вспоминаешь эту историю, что тут вообще происходило. Очень важно это – жить в Волгограде, который был Сталинградом. Для меня большая честь. Они подбадривают друг друга и немного переживают, особенно самые маленькие патриоты. Они пока еще не успели прочувствовать всю мощь кадетского братства, но у каждого есть те, на кого они равняются. Наверное, солдаты. Потому что кадеты – это школьные солдаты, а солдаты – это уже профессия постаршая. Тут надо хранить родину и защищать ее. Для меня это как-то необычно, потому что мы такие уже взрослые, пятый класс, переходим в среднюю школу, мы уже кадеты. Пятиклассник Рома Горбатенко – командир своего отряда. Несмотря на юный возраст, следит за дисциплиной не хуже взрослого. Для него клятва – это… Служить родине, всегда быть храбрым и помочь другу в беде. Я люблю свою страну за наши войска, за природу красивую, за то, что у нас так вроде мирно. Они клянутся беречь честь кадета, овладевать знаниями и вырасти достойными гражданами своей страны, быть опорой своему народу и хранить память о тех, кто ковал великую победу. Они обещают приумножать боевые и трудовые традиции, заложенные дедами и прадедами. Бодные дедов вы приумножим, Этим живем, а значиться можем. Мы понимаем с вами, что гордое звание кадет – это не просто красивая форма, это не просто права, но и, безусловно, это колоссальная ответственность. Ответственность за свои поступки, за свои дела. И с этого момента вы будете лицом своей школы, своего класса, дома, где вы будете взрослеть и становиться настоящим гражданином своей страны. Новоиспеченных кадетов поздравили представители власти, общественники и депутаты, сотрудники силовых ведомств. Они напомнили ребятам, что теперь им завещано беречь и оберегать свою родину. Кадетское движение является основой для традиций, заложенных в годы войны, Великой Отечественной, до Великой Отечественной войны, является продолжением. Все кадеты достойно вырастут патриотами своей родины, опорой для семьи, школы. Сегодня в школах Волгограда действуют кадетские классы по девяти направлениям. МЧС, МВД, Следственное, Военно-морское, Авиатехническое, ФСИН, Пограничная служба, Казачье, Общевойсковое. В кадетском братстве города-героя почти семь тысяч школьников. Кадеты всегда являлись основой нашего общества. Это очень образованные, патриотические, духовные люди. Это прекрасные, отличные ребята, которые являются примером для своих сверстников, которые учатся и продолжают традиции кадет. Что хочется особенно отметить, что они являются городностью Волгограда. Я понимаю это, они высоко несут звания кадета. Волгоград – признанный центр патриотического воспитания России. В школах регулярно проходят уроки памяти, встречи с ветеранами, фестивали патриотической песни и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. Сохранить достоверную историческую информацию для нынешнего поколения и для потомков. Познакомить с ней как можно больше людей в различных странах. Сегодня в Волгограде открылась международная научно-практическая конференция с участием специалистов со всех уголков нашей Родины – ближнего зарубежья, Луганской и Донецкой народных республик. Историки, деятели науки обсудили военные и исторические аспекты жизни Юга России с XVII по XXI века. Конференция проводится четвертый год подряд в Волгограде. Площадкой для нее вновь стали музеи города-героя. Открылся форум в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Александр Ануфриев из Иркутской области принимает участие в конференции уже третий раз. В этом году вместе с коллегами представит книгу о подвигах воинов 272-го стрелкового полка 10-й дивизии НКВД во время «Сталинградской битвы». Здесь мы чувствуем себя действительно очень и очень комфортно. И для меня этот город – это город-символ. В прошлом году я вылетал из Волгограда 2 февраля. Вы знаете, когда объявляют стюартесы, мы вылетаем из аэропорта города-герои Сталинграда. Вы знаете, вот мурашки. История – учительница жизни. Прикоснуться к истории царицына Волгограда-Сталинграда смогли специалисты истории из нескольких регионов России, стран ближнего зарубежья, Донецкой и Луганской народных республик. Ключевым событием масштабного мероприятия стало подписание соглашений между руководством музеев Донбасса и Волгограда о дальнейшем сотрудничестве. Это очень важно, заключение соглашений с музеями, с Волгоградскими музеями в частности, поскольку для Донецкого краеведческого музея это, конечно, определенная перспектива. И сотрудничество, я думаю, будет длительным, плодотворным, мы на это надеемся. В рамках форума открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Экспонаты собирались членами межмузейной группы специалистов Донбасса и Министерства культуры нашей страны при содействии российского исторического общества. Больше всего меня трогает работа наших коллег с ДНР и ЛНР. Многие из них с автоматом в руках защищали свою землю, защищали свое право на настоящую историю, сохранение истоков, корней, традиции своей земли без нацизма. Хочется от лица всех россиян выразить низкий поклон их подвигу. В рамках конференции будут работать круглые столы по нескольким направлениям от времени правления Петра I, Гражданской войны 1917 года, Сталинградской битвы до наших дней и событий на Донбассе. Научные тезисы участников конференции будут опубликованы в сборнике материалов в базе Российского индекса научного цитирования. Научная конференция – один из способов для ее участников поделиться друг с другом опытом и мыслями, больше узнать об истории своей родины. Дарья Денисова, Рубен Тальский, Время новостей. Их профессии всегда занимали особое место в нашей жизни, ведь они дают самое главное, чем может овладеть человек – знания. Речь о воспитателях и педагогах. В преддверии Дня Учителя, который ежегодно отмечают 5 октября, в Волгограде наградили лучших специалистов данной сферы из Тракторозаводского района. Дарья Коломыченко подробнее. Активные, улыбчивые, радушные. На их плечах лежит одна из самых ответственных миссий – научить детей главным ценностям – любить, дружить, созидать и творить. И с этой миссией на протяжении десятилетий они справляются на отлично. Детство мечтала работать воспитателем. Во-первых, у меня большая семья, у нас было пятеро детей в семье, поэтому я была самая старшая. Мне очень нравится эта работа, я работаю с удовольствием. Я думаю, сам воспитатель должен быть добрым, отзывчивым, а дети, ну не знаю, они всегда дети. Первый наставник в жизни каждого ребенка – это воспитатель в детском саду. Именно он будет рядом и поддержит в любую минуту, поможет найти общий язык с другими детьми, поиграет и почитает сказку перед сном. А еще научит этикету, поведению, самостоятельности. Любовь Елагина с детьми работает уже 40 лет. Ключ – каждому ребенку она уже давно подбирает мастерски. Секретик. Мне кажется, надо просто любить детей, свою работу. Любовь, уважение. Ну, чувствовать ребенка, самой быть немножко ребенком – удается. Муж так и говорит, ты никак не подрастешь. Все время, наверное, чувствовать себя ребенком. Особо отметили и труд учителей – тех, кто ежедневно создает в классе неповторимую атмосферу, будь то математика, история, русский язык или география. У меня в этом году идет 30-й юбилейный год моей педагогической деятельности. Рада, что выбрала эту профессию, потому что у меня замечательные дети. Сейчас у меня второй класс. Я благодарна своим родителям, которые приводят детей ко мне именно. И я рада видеть в их лице своих учеников бывших, потому что, знаете, как они доверяют мне самое дорогое. Главное – в детях видеть людей, взрослых, настоящих людей. Учитель – это настоящий калейдоскоп профессий. Ты и наставник, и рассказчик, и актер, и музыкант, а еще верный друг, готовый дать мудрый совет рассудить любой спор и защитить от любых невзгод. Для нас учителя – это наши наставники, это наши святые люди, которые с нами делились и знаниями, и опытом. Я, конечно, благодарен судьбе, что у меня есть моя первая учительница – Данута Андреевна Маликова. Мы с ней до сих пор поддерживаем очень теплые взаимоотношения, делимся своими жизненными какими-то радостями, какими-то проблемами. И всегда, вы знаете, находишь в ней человека, но она как вторая мама. Именно учителя учат нас доброте и уважению, стремлению к знаниям и развитию, а еще всеобъемлющей любви к ближнему и своей родине. Ежедневно эти люди, которые когда-то избрали для себя профессию учителя, совершают настоящий подвиг. В руках педагога поистине будущее. Они воспитывают наших граждан, прививают им самые лучшие качества, развивают их способности, таланты и дают им возможность проявить себя, быть успешными. Со сцены чествовали и ветеранов педагогического труда, и молодых педагогов – тех, кто только недавно вступил на этот путь. С давних времен профессия учителя – одна из самых важных и нужных, и переоценить ее роль в обществе просто невозможно. Педагоги отдают себя школе и детям без остатка, умеют преодолевать все трудности. Их главное – вознаграждение за труд, любовь и успех детей. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. Насколько подешевел бензин и дизельное топливо в Волгограде? В Волжском политехническом техникуме студенты смогут изучать горное дело. И какую премьеру готовит Волгоградский музыкальный театр? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. Цены вниз. В Волгограде подешевел бензин и дизельное топливо. Сколько сэкономят автомобилисты? Ответ на портале МТВ. Изучить горное дело с помощью современных технологий. В Волжском политехническом техникуме открыли новую специальность – разработка месторождений полезных ископаемых. На какую работу смогут устроиться студенты после получения диплома? Обеспечить безопасность в реальном и виртуальном мире. В Волгоградской области специалисты создадут систему для предотвращения компьютерных атак и их ликвидации. Волгоградские железнодорожники присоединились ко всероссийской экологической акции «Вода России». Сколько километров береговой линии они очистили бытового и строительного мусора? Я мужчина. У каждого свои недостатки. Волгоградский музыкальный театр готовит ошеломительную премьеру. Когда пройдут показы мюзикла «В джазе только девушки» – читайте на МТВ онлайн. 30 сентября временно ограничат движение через железнодорожный переезд в Городичинском районе. В чем причина? Жители Держинского и Кировского районов, а также Краснослободска разбудил громкий шум, что стало причиной пугающих звуков. Как одно письмо изменило жизнь сельского учителя Дамира Казипа. Об этом и не только. Читайте на МТВ онлайн. В речи порту Волгограда пришвартовалось научно-исследовательское судно «Протей». В рамках уникальных исследований из Баренцева моря в Азовское по водным артериям европейской части России судно совершает трансевропейский переход. Каковы задачи ученых и с какой целью судно зашло в Волгоград, расскажет моя коллега Дарья Соловьева. Путь «Протея» начался 30 августа в Мурманске. За это время он преодолел 4200 километров до Волгограда. По маршруту следования научная группа и экипаж проведут рыбохозяйственный мониторинг морей и внутренних водоемов. Дневник трансевропейской экспедиции ведут в реальном времени. 5 сентября. На борт зашли научные сотрудники из Карелии. 16 сентября. Отправились в путь вместе с нижегородскими специалистами. 29 сентября. Высадили сотрудников Саратов-НИРО, взяли специалистов из Волгоград-НИРО. Данные обновились. Сегодня сотрудники саратовского филиала Волгоградского НИИ рыбного хозяйства и океанографии покинули «Протей», передав эстафету волгоградским коллегам. Группы меняются, уступая дорогу географическим соседям. С момента старта на борту судна сменилось уже 8 научных групп различных филиалов института. В Волгограде происходит смена Саратов-НИРО. Сотрудники вышли со своим оборудованием. Приходит на борт сотрудники Волгоград-НИРО, которые в дальнейшем пройдут по Цемлянскому водохранилищу, после которого сойдут также на берег, придут сотрудники АЗНЕХА, АЗОО-Черноморского филиала в НИРО. В Волгограде на борт протея поднялись специалист, который будет заниматься гидрохимией и токсикологией, и два специалиста мониторинга, настоящие мастера своего дела. Наши ученые во время экспедиции проведут большой спектр исследований. Я исследования провожу на мелких ракообразных, это дафнии. Мы смотрим, токсичная вода или нетоксичная. Эти исследования многолетние. Мы проводим в Цемлянском водохранилище уже много-много лет. Соответственно, также проводятся исследования по гидрохимии, на различные химические элементы. А я здесь провожу на месте непосредственно такие исследования, как на прозрачность воды, на глубину, с которой я набираю эту воду, на такие важные показатели, как водородный показатель, кислород, потому что это жизненно важный показатель для обитателей наших водоемов. Зона ответственности у каждого своя. Специалисты оценивают условия среды обитания глубинных жителей, антропогенное воздействие на водные экосистемы и океанографические характеристики водоемов. Волгоградский филиал в НИРО проводит исследования, которые помогают рыбакам ловить рыбу в наших водоемах. Если говорить, допустим, про Волгоградскую область, то это Волгоградское водохранилище и Цемлянское водохранилище, и река Волга. Грубо говоря, мы определяем своими научными исследованиями те объемы, которые могут ловить рыбаки. Впереди у команды судна еще около полутора тысяч километров пути. В конечный пункт, город Керчь, протей прибудет в октябре. Когда экспедиция завершится, будет составлен большой отчет со всеми собранными данными. Рекомендации специалистов помогут понять, как правильно использовать тот или иной водоем, или где нужно будет ввести ограничения для сохранения рыбы. А еще экипаж поделился с нами своими планами по написанию монографии о пути протея. Но это уже совсем другая история. Дарья Соловьева, Роман Седлецкий. Время новостей. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Нашествие динозавров. Впервые в Волгограде. Шоу каскадеров в Волгограде. С 6 по 9 октября. На парковке ТЦ «Мармелад». Опасные трюки. Монстр-трак. Автобои. Тачки. И уникальное шоу автотрансформеров. Касса в ТЦ «Мармелад». И в дни выступлений при входе на шоу. ТЦ «Мармелад». ТЦ «Мармелад». Изготовление рекламы любой сложности на МТВ. От самой простой до самой сложной. Телефон рекламной службы 24-31-41. В Волгограде облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, днем плюс 21 градус. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.онлайн. Полная коллекция видео на рутюб.ру. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. А сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи на МТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова